что ты хочешь что хочешь он ничего себе ведь он разговаривает у нас доброе утро готовлю оладушки рецепт показываю три стакана молока подогреваем теплое должно быть не горячее далее одну чайную ложечку сухих дрожжей я сначала вот это подогретое молоко чуть-чуть отливаю сюда чайную ложку дрожжей это 15 минут все постояло далее все молоко добавляю сюда одно яичко одну чайную ложечку такую без гор ну поменьше соли дальше одну столовую ложку сахара вот сахар здесь уже на ваш вкус можно побольше можно поменьше мне одной хватает перемешиваем так дальше одну столовую ложку растительного или оливкового масла и три стакана муки и все это хорошенечко перемешиваем с вами не буду я вам показывать как просеиваю муку покажу какое тесто две минуты тесто готово оно так вот будет похоже на такую жидкую сметанку далее мы его отставляем на два-три часа при комнатной температуре и потом выпекаем оладушки как делаю я иногда просто хочется сразу приготовить завтрак я с вечера его готовлю накрываю пленкой пищевой ставлю в холодильник а с утра уже выпекаю оладушки ну я думаю что оладушки умеют наверное жарить все просто хорошо нагреваете сковородочку далее у меня электрическая плита я там на шестерочку или на семерочку немножко растительного масла и обжариваю с двух сторон оладушки вкусно кушать с вареницем с медом например с сиропом кленовым кстати про кленовый сироп я вам все время хочу показать я нашла в россии я вообще люблю кленовый сироп обычно везла его из америки в америке вот эту мальчик убрала дарья у нас когда училась в канаде в канаде из канады мне его привозила и наконец-таки я нашла его в россии и я вам хочу сказать что по вкусу как он называется 6 кленов он называется по вкусу он ничуть не хуже а на мой скромный взгляд даже лучше и у них например кленовый сироп а есть несколько разновидностей он есть ранний средний поздний я не знаю заметить его сейчас и нет видите они как бы по цвету отличаются вот самый светлый это ранний сироп он более сладкий такой более нежный а средний он уже чуть менее сладкий и в нем уже такая яркая нотка клена и поздний сироп он самый такой темный прям такая интересная нотка клена уже не такой сладкий чем-то на любой вкус и березовый сироп у них есть и ореховые сиропы отличное дополнение каким-то блинчиком оладушкам но оладушкам как-то по-дурацки звучит это слово оладушки ну в общем вы поняли меня сырнички а я люблю кленовый сироп я с кленовым сиропом еще готовлю обалденно вкусный крем для торта и если вам будет интересно то я потом рецепт этого крема вам расскажу поставлю голосовал очку и напишите нужен вам рецепт этого крема или не нужен а еще я хотела бы обратиться к своим подписчикам вы завалили мой директ с просьбой и же открытые шкафы с просьбой до рецепт теста ребят дело в том что это не мой рецепт я ходила на кулинарные курсы кто-то стал писать это хитрый рекламный трюк блин я вас умоляю я показываю в своем инстаграме свою жизнь иногда мне не с руки снимать иногда я не могу дать рецепт потому что вот это конкретный рецепт я нам как сказать эти знания нам дали на курсах которые длились два дня вы хотите чтобы я в инстаграме как-то вот это вот в stories быстренько вам объяснила все что нам рассказывали два дня это труд и знания известного шеф-повара и я не вправе ими как сказать делиться но даже не то чтобы делиться я не смогу вам это объяснить у меня нет такого опыта и таких знаний я сама сейчас практикую почему я пеку пирожки последнее время все что я выучил на курсах я как сказать дома прохожу чтобы запомнить пройтись ручками головой прощупать понять где какую ошибку допускаю и что там правильно или неправильно делаю да я периодически вам хвастаюсь простите меня за это кто-то прямо не вчера проклятье стал писать зачем ты показываешь если ты не даешь рецепт я не обязана давать рецепты я делюсь с вами кусочком своей жизни если кому-то моя жизнь не нравится не нравится то что показываю я вас не держу вот но я знаю что у меня больше адекватных подписчиков которые все понимаются знают и они также знают меня что я всегда делюсь с вами тем чем могу